Вы работали по 22 часа в сутки? Да, 7 дней в неделю без выходных. Спал на заводе. Я работал в покрасочном кузовном цехе, проводил собрания. Вы не чувствовали себя на грани? Конечно, чувствовал. Никто не должен вкладывать в работу столько часов. Это не есть хорошо. Никто не должен так много работать. Это очень мучительно. Мучительно в каком смысле? Во всех. И в ментальном, и в физическом. Никому не рекомендую. Я сделал это лишь потому, что если бы я этого не сделал, то Тесла бы умерла. Я, конечно, не знаю всех присутствующих лично, но мне кажется, ты рискуешь гораздо больше, чем все в этом зале. Уж точно больше 95%. Что позволяет тебе рисковать? Ты быстрее, умнее, думаешь по-другому. Что ты делаешь иначе? Что позволяет тебе делать то, что не смогут сделать большинство весьма умных людей? Я думаю, что в этом зале есть много людей, которые идут на большой риск. Честно говоря, я просто пытаюсь использовать научный метод. В чем важность результата? Чем рискует человек, чтобы добиться такого результата? Как я уже говорил, если результат достаточно важен, даже если вероятность успеха низка, попробовать все же стоит. Некоторые вещи очень важны для обеспечения хорошего будущего. И если мы не будем их делать, у нас будут большие проблемы. И тогда насколько велик риск на самом деле? Ведь если мы не предпримем эти шаги, у нас не будет хорошего будущего. Я думаю, самым рискованным было бы бездействие. Но тогда это не то чтобы риск, это отсутствие выбора. Пожалуй, так. Тебе действительно нравится то, что ты делаешь. В какой бы области ты ни занимался, учитывая, что даже если ты лучший из лучших, всегда есть шанс потерпеть неудачу. Поэтому я думаю, важно, чтобы тебе действительно нравилось то, что ты делаешь. Если тебе это не нравится, жизнь слишком коротка, чтобы тратить на это время. И еще, если тебе нравится то, что ты делаешь, ты думаешь об этом, даже когда не работаешь. Это то, к чему притягиваются твои мысли. И если тебе это не нравится, ты просто не сможешь закончить дело до конца. Дайте себе шесть месяцев. Если вы серьезно настроены изменить свою жизнь, делайте что-нибудь последовательно в течение шести месяцев. Гарантирую, вы увидите результат. Если вы издадитесь, вы недостаточно этого хотите. В наше время многие занимаются не своим делом, получая маленькую зарплату и не получая удовольствия от работы. Занимайтесь любимым делом. Не гонитесь за деньгами. Начните, продержитесь шесть месяцев и увидите результат. Главное не останавливаться, и вы измените свою жизнь даже сильнее, чем мечтаете. Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни. Те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни. Но, знаете, я работаю. Я работаю каждый день и на выходных. И я несколько лет не был в отпуске. Я считаю, что очень важно получать от самого себя обратную связь. Постоянно думать о том, что вы делаете и как можно сделать это лучше. Всегда думайте, как вы можете поступать еще лучше. И проверяйте себя. В жизни важно постоянно развиваться, чтобы идти в ногу со временем. Проверяйте свои мысли. Если больше склоняетесь к тому, что все и так хорошо и незачем что-то менять, то вы рискуете остаться в прошлом и потерять лидирующие позиции, как компания или специалист на рынке. Поэтому все свои планы и мысли нужно анализировать. Постоянно ищите критики. Хорошо продуманная критика ваших действий цена как золото. Вы должны получать ее ото всех, но особенно от своих друзей. Обычно твои друзья знают, в чем проблема. Но они не хотят тебе говорить, потому что не хотят причинить тебе боль. Это не означает, что они всегда правы, но в основном бывает так, что они правы, и твоя цель – слушать, что они говорят. В основном ты должен исходить из того, что ты в какой-то степени можешь ошибаться. Твоя цель – ошибаться меньше. Не бойся совершать ошибки. Ошибки совершать не страшно. Главное каждый раз ошибаться в чем-то новом. Ошибок вообще не стоит бояться. Если вы не хотите превратиться в неудачника. Тот, кто ничего не пробует сделать, тот ничего и не получает. Столкнувшись с ошибками, вы просто находите варианты, которые не работают. Важно не повторять одни и те же варианты действий, а каждый раз что-то менять. Получая новый результат, даже если это будет ошибка, так вы будете ближе к тому способу, который сделает вас успешным. У меня нет времени ехать домой и мыться. Я ночую здесь. Я хочу увидеть, где вы спите. О, да. Вот видите кабинет. Да, он довольно-таки скучный. Да, тут и прохладно. Да, я так люблю. Вы любите холод? Я сплю на том диване. Вы спите тут, на диване? Да. Да. Прошлый раз я спал на полу. Диван был слишком узкий. Илон, должна сказать, диван даже неудобный. Да, диван ужасно плохой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok